Пам Туан, первый вьетнамский космонавт, герой труда, герой Советского Союза, член Компартии Вьетнама с 1968 года. Биография родился 14 февраля 1947 года в деревне Куак Туан уезда Ки Йон Сонг, провинции Тхайби в Тонкине, в семье крестьянина. После окончания средней школы в 1965 году вступил в ряды вооруженных сил Северного Вьетнама. Поначалу служил техником ВВС, в 1967 году прошел летную подготовку в СССР, летал на истребителях МиГ-17 и МиГ-21 в составе 921-го истребительного авиаполка САОДО. В ночь на 27 декабря 1972 года в ходе рождественских бомбардировок Северного Вьетнама авиации США Фан Туан по официальным вьетнамским данным, сбил бомбардировщик Б-52. Это была его единственная воздушная победа и единственная победа ВВС Северного Вьетнама над Б-52 за все время вьетнамской. Войны американские источники приписывают эту победу зенитным ракетам ПВО. Фан Туан был удостоен звания Героя Вооруженных сил ДРВ. В 1979 году Фан Туан был отобран для участия в советской программе «Интеркосмос». Получив подготовку, в июле 1980 года он участвовал в полете на борту кораблей «Союз-37», «Союз-38» и орбитальной станции «Салют-6». 31 июля 1980 года удостоен звания Героя Советского Союза, а 1 августа – звание Героя Труда Социалистической Республики Вьетнам. В настоящее время генерал-лейтенант Фан Туан возглавляет Главное управление оборонной промышленности Министерства обороны, является депутатом Национальной Ассамблеи, наградой – Герой Народных Вооруженных сил, Герой Советского Союза, Герой Труда, Медаль за заслуги в освоении космоса, за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики. Семья, жена Летоха и Фонг Тион работала военным фельдшером, имея двух детей, старшие братья погибли во время Первой Индокитайской войны, один работал в подполье и погиб от рук французских карателей, другой пал на поле боя по Динбинфу в 1954 году.